Здравствуйте! Сегодня мы хотим вам представить наш новый продукт. Это GNS-S приемник нового поколения, который позволит вам работать даже в самых сложных условиях. Давайте начнем! Все вы знаете, что у нас есть прекрасный, замечательный наш приемник S1, который продолжает радовать своей работой наших пользователей. Но нет предела совершенства. Мы решили собрать пул отзывов от наших заказчиков. Мы делали это долгое время, поняли, что требуется современному пользователю и, собственно, разработали новый приемник, который называется S2 и который гораздо функциональнее нашего старого приемника S1. Что же поменялось? В первую очередь это RTK-процессор, новый на 866 каналов. Конечно же, мы учли, что при современных работах нужно гораздо больше памяти встроенной. Сейчас она 8 гигабайтов. Возможность добавления TF-карты, которая находится за защитным чехлом. Здесь также расположен внутренний слот сим-карты. Теперь это 4G модем. Приемник обладает дисплеем, на котором вы можете увидеть текущее состояние спутников, пидоп, радиоканал или какое состояние решения. Оно либо фиксированное, дифференциальное, может быть, либо авто. И все это отображается на удобной панели. Также появилась возможность настройки. Это две функциональные клавиши, которые можно запустить приемник как в качестве базовой станции, либо в качестве ровера. Ну и настроить нужный канал для радиопередачи без контроллера. Это очень удобно. Что хочется сказать по коммуникационным портам, которые, конечно же, добавились в отличие от S1. В первое новшество это стандартный Лема 5 порт и ДБ 9 добавили. В народе называется ком-порт. Хотя первый и второй это два ком-порта, но два вида. Это ДБ 9. ДБ 9 у нас многие пользователи просили из морского сектора. Поэтому им удобно его использовать, поэтому добавили. Также для морского сектора добавен разъем 1PPS. Конечно же, сделана 4G-антенна, как новый модем, он 4G. И UHF-порт для радиомодема, чтобы удобно было носить в рюкзаке. Это оценят геофизики, да. И опять же, под морские задачи и задачи машин-контролла добавлен порт Ethernet. По-моему, замечательно. И как опция на этом приемнике есть возможность установки двух-антенновых решений. Опять же, для морской геодезии, чтобы можно было вычислить курс. И вывести его в доп. программы для обсчета курса, например. Какие же еще конструктивные отличия S2 от S1? Это наличие встроенного аккумулятора на 3000 мАч. Его хватит примерно на 3,5 часа работы. Например, для окея-физиков это очень удобно. Здесь питание берется с внешнего лема 5-го порта. И если мы идем, выполняем свою работу, вдруг у нас внешнее питание село, человек сможет завершить свою работу. Ну что, какое еще отличие есть? Это новый корпус из магниевого сплава, который выдерживает падение на бетонную плиту с 3 метров. И сохраняет свои функциональные возможности. И самое главное, в этом приемнике появился EFT-X-FIX. О его работе вы можете посмотреть видео на базе M3 Plus. Мы рассказали, как это работает. Ссылочку на видео можете посмотреть здесь. Давайте подведем итоги. Какие сферы использования этого приемника? Это, в первую очередь, геофизика, морская геодезия, агрокомплекс и дорожное строительство. Из заключения хотелось бы сказать, что данный приемник создан с учетом ваших пожеланий. У нас уже принято прислушиваться к нашим клиентам. Продолжайте писать ваши пожелания и отзывы о нашем оборудовании. Почту мы оставим ссылкой внизу в описании видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего дня и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok